Аллан Милн. Винни-Пух и все-все-все. Глава десятая, в которой для Иа-Иа строят дом на пуховой опушке. Однажды, когда Винни-Пуху делать было совершенно нечего, он подумал, что всё-таки надо бы чем-нибудь заняться. Вот он и решил заглянуть в пятачку и посмотреть, чем занимается пятачок. Шёл снег, и Винни плёлся по белой-белой лесной тропинке и думал, что, наверное, пятачок сейчас греет ножки у огня. Но, к своему удивлению, он увидел, что дверь дома пятачка открыта, и чем дольше он смотрел туда, тем больше убеждался, что пятачка там нет. Он ушёл из дому, грустно сказал пух. Вот в чём дело. Поэтому его и нет дома. Придётся мне прогуляться одному и самому обдумать всё это. Обидно, досадно. Но сначала он решил всё-таки, чтобы окончательно удостовериться, постучать очень-очень громко. И, ожидая, пока пятачок не ответит, он прыгал, чтобы согреться. И вдруг в его голове внезапно зазвучал шум. И он показался Винни хорошим шумом, который, может, пожалуй, многим понравится. Иду вперёд, тюрлим-бом-бом, и снег идёт, тюрлим-бом-бом, хоть нам совсем-совсем не под дороги, но только вот, тюрлим-бом-бом, скажите от, тюрлим-бом-бом, скажите от, чего так зябнут ноги? Тогда я вот что сделаю, сказал Винни-пух. Я сделаю так. Просто сперва пойду домой, посмотрю, который час, и, может быть, надену шарф. А потом я пойду навещу Иа и спою ему эту шумелку. Винни побежал домой, и по дороге он так был занят шумелкой, которую ведь надо было окончательно отделать, перед тем, как спеть её. Иа, что когда он внезапно увидел перед собой пятачка, уютно устроившегося в его лучшем кресле, пух смог только почесать в голове и впасть в глубокое раздумье. В чьём же доме он находится? — Ой, пятачок, — сказал он, — а я думал, тебя нет дома. — Нет, — сказал пятачок. — Это тебя нет дома, — пух. — Пожалуй, правильно, — сказал пух. — Во всяком случае, одного из нас нет дома. И он посмотрел на часы, которые вот уже третью неделю показывали без пяти одиннадцать. — Ура, ура, уже почти одиннадцать, — сказал пух радостно. — Как раз пора чем-нибудь подкрепиться. И Винни-пух полез в буфет. — А потом мы пойдём гулять и споём мою шумелку Иа, — добавил он. — Какую шумелку? — Ну, да песню, которую мы собираемся спеть, Иа, — объяснил пух. Спустя полчаса, когда пух и пятачок отправились в путь, часы к их утешению всё ещё показывали без пяти одиннадцать. Ветер утих, и снежок, которому надоело вертеться, пытаясь поймать самого себя за хвост, тихонько спускался вниз, и каждая снежинка сама отыскивала себе место для отдыха. Порой этим местом оказывался нос Винни-пуха, а порой нет. И спустя немного времени у пятачка вокруг шеи появился белый шарф, и за ушами у него было так снежно, как ещё никогда в жизни. — Пух! — сказал он, наконец, слегка помявшись, потому что ведь ему не хотелось, чтобы пух подумал, что он сдаётся. — Я вот о чём подумал. А что, если мы сейчас пойдём домой и поучим, как следует твою песню? Поупражняемся, а потом споём её Иа. Завтра или, или, например, когда-нибудь другой раз, когда мы его случайно встретим. — Это очень хорошая мысль, пятачок, — сказал пух. — Мы будем сейчас повторять шумелку по дороге, но только дома её повторять не стоит, потому что это специальная дорожная шумелка для снежной погоды, и её надо петь на дороге, когда идёт снег. — Обязательно? — тревожно спросил пятачок. — Да ты сам увидишь, пятачок, если послушаешь, потому что она вот как начинается. Иду вперёд, терлим-бом-бом. — Терлим что? — спросил пятачок. — Бом-бом, — сказал пух. Я вставил это, чтобы она была шумелочней. И снег идёт терлим-бом-бом, хоть нам. — А ты разве не сказал «иду вперёд»? — Да, но «вперёд» был впереди. — Впереди терлим-бом-бомы? — Это же был другой терлим-бом-бом, — сказал Винни-пух, уже несколько сбитый с толку. И он запил снова. — Идём вперёд, терлим-бом-бом, и снег идёт, терлим-бом-бом, хоть нам совсем-совсем не по дороге, но только вот, терлим-бом-бом, скажите, от, терлим-бом-бом, скажите, отчего так зябнут ноги? Он спил шумелку так, по-новому, от начала до конца, и, пожалуй, так она стала ещё лучше. И, окончив, Винни замолчал в ожидании, что Пятачок скажет, что из всех дорожных шумелок для снежной погоды, которые он когда-либо слышал, это самое лучшее. Пятачок после долгого и серьёзного размышления высказал своё мнение. — Пух, — сказал он задумчиво, — по-моему, не так ноги, как уши. К этому времени они уже подходили к унылому месту, где жил Иа. И так как у Пятачка за ушками всё ещё было очень снежно, и ему это начинало надоедать, они свернули в небольшую сосновую рощицу и присели на калитку в изгороде. Теперь снег на них не падал, но всё ещё было очень холодно, и чтобы не замёрзнуть, они спели шумелку Пуха шесть раз от начала до конца. Пятачок исполнял все тирли-бом-бомы, а Пух всё остальное. Причём оба в нужных местах колотили по изгороди палочками. Вскоре им стало гораздо теплее, и они смогли продолжить разговор. — Я сейчас думал, — сказал Пух, — и думал я вот о чём. — Я думал про Иа. — А что ты думал про Иа? — То, что ведь бедному Иа негде жить. — Негде, негде, — согласился Пятачок. — У тебя есть дом, Пятачок, и у меня есть дом. — И это очень хорошие дома. И у Кристофера Робина дом, и у совы, и кенги, и у кролика тоже есть дома. И даже у родственников и знакомых кролика тоже есть дома, или что-нибудь в этом роде. А у бедного Иа нет совсем ничего. И вот что я придумал. Давай построим ему дом. — Это замечательная мысль, — сказал Пятачок. — А где мы его построим? — Мы построим его здесь, — сказал Пух. — На опушке этой рощицы. Тут нет ветра, и тут я об этом подумал. Мы можем назвать это место Пухова опушка. И мы построим для Иа на Пуховой опушке дом Иа. — Ой, кстати, там за рощей я видел груду палочек, — сказал Пятачок. — Там их навалена целая куча, но прямо целая гора. — Спасибо, Пятачок. То, что ты сказал, будет нам очень полезно. И за это я бы мог назвать это место Пуховой пятачковой опушкой, если бы Пухова опушка не звучала лучше. Но только она звучит лучше потому, что она пушистей, и значит, больше похожа на опушку. Они слезли с изгороди и отправились за палочками. Кристофе Робин все это утро провел в комнате, путешествуя в Африку и обратно. И он как раз сошел с корабля и подумал. Интересно, какая сейчас на улице погода? Как вдруг в его дверь постучал никто иной, как Иа. — Здравствуй, Иа, — сказал Кристофе Робин, открыв дверь и выйдя на двор. — Как ты себя чувствуешь? — Снег все идет, — мрачно сказал Иа. — Да-да. — И мороз. — Да-да, — сказал Иа. — Однако, — добавил он немного просветлев, — землетрясений у нас в последнее время не было. — Что случилось, Иа? — Ничего, Кристофе Робин, ничего существенного. Ты, конечно, не видел где-нибудь здесь дома или чего-нибудь в этом роде. — Какого дома? — Просто дома. — А кто там живет? — Я живу. По крайней мере, я думал, что я там живу. Но, по-видимому, я там не живу. — Ну что ж, в конце концов, не у всех же должны быть дома. — О, Иа, я не знал. Я всегда думал. Не знаю, в чем тут дело, Кристофе Робин, но из-за всего этого снега и тому подобного, не говоря уже о сосульках и всем прочим, сейчас в поле часа в три утра не так жарко, как думают некоторые. Не сказать, чтобы там было душно, если ты понимаешь, что я имею в виду. Да, жаловаться на духоту не приходится. Никак не приходится. По правде говоря, Кристофе Робин продолжала громким шепотом строго между нами. — Совершенно секретно. Если никому не говорить, там холодно. — Ой, Иа, Иа сказал себе, ведь остальные, пожалуй, огорчатся, если я замерзну. Правда, у них ни у кого нет ума, в голове у них только опилки. Да и те, очевидно, попали туда по ошибке, и они не умеют думать. Но если снег будет идти еще недель шесть или в этом духе, даже кто-нибудь из них может сказать себе, пожалуй, Иа не так уж жарко сейчас, часа в три утра. А потом он захочет это проверить. А еще потом ему станет очень грустно. — Ой, Иа, — сказал Кристофе Робин, которому уже стало очень грустно. — Я не имел в виду тебя, Кристофе Робин, ты не такой. Словом, все это я клоню к тому, что я построил себе дом возле своей маленькой рощицы. — Правда, построил, как замечательно. — Действительно, замечательно, — продолжала Иа самым унылым тоном. — Представляется мне то, что когда я утром уходил, он был там, а когда я вернулся, его там не было. — Вообще-то все вполне понятно. В конце концов, это был всего лишь дом Иа, но все-таки я несколько обескуражен. Кристоферу Робину некогда был особенно удивляться. Он уже забежал в свой дом и моментально натянул теплую шапку, теплые ботинки и теплое пальто. — Мы сейчас пойдем и выясним это, — сказал он Иа. — Когда люди забирают чей-нибудь дом, там остается кусочек другой, который им не нужен и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Вот я и думаю, что если мы заглянем... — Пошли, пошли, — сказал Кристофер Робин. — Они пошли очень быстро, и поэтому они очень быстро пришли на ту опушку рощи, где не было дома Иа. — Ну вот, — сказал Иа. — Не осталось ни единой палочки. Конечно, жаловаться не приходится, ведь остался весь этот снег, с которым я могу делать все, что хочу. Но Кристофер Робин не слушал Иа. Он прислушивался к чему-то другому. — Ты не слышишь? — спросил он Иа. — А что там такое? Кто-то смеется? — Слушай. Они прислушались, и они услышали ворчливый босок, напевавший, что он идет и снег идет, хотя им совсем-совсем не по дороге, и чей-то тоненький голосок успевавший вовремя терлимбом-бомкать. — Это пух, — радостно сказал Кристофер Робин. — Вероятно, — сказал Иа. — И еще пятачок взволнованно сказал Кристофер Робин. — Возможно, — сказал Иа, — кто нам сейчас действительно нужен, это хорошая ищейка. Слова песни неожиданно изменились. — Наш дом готов, — пел бас, терлимбом-бом, — пел пискливый голосок. — Прекрасный дом, терлимбом-бом, — я сам охотно жил бы в нем, терлимбом-бом. — Пух! — закричал Кристофер Робин. Певцы замолчали. — Это Кристофер Робин, — в восторге сказал Пух. — Он на той стороне, там, где мы взяли палочки, — сказал пятачок. — Побежали, — сказал Пух. Они помчались по опушке вокруг рощи, и всю дорогу Пух издавал приветственные возгласы. — Эй, а тут Иа, — сказал Пух, когда они с Кристофером Робином кончили обниматься. Он толкнул локтем пятачка, а пятачок толкнул локтем его. И они подумали какой-то приятный сюрприз. — Здравствуй, Иа, и тебе желаю того же, медвежонок Пух. А по четвергам вдвое, — уныло сказал Иа. Не успел Винни-Пух спросить, почему по четвергам, как Кристофер Робин начал рассказывать грустную историю пропавшего дома Иа. Пух и пятачок слушали, и глаза у них становились все больше и больше. — Где ты, говоришь, он был? — спросил Пух. — Как раз тут, — сказал Иа. — Он был сделан из палочек? — Да. — Ох, — сказал пятачок. — Что? — сказал Иа. — Я просто сказал «ох», — нервно ответил пятачок. И чтобы не подавать виду, что он смутился, раз-другой Тирлимбом бокнул так беззаботно, как только мог. — А ты уверен, что это был дом? — спросил Пух. — Я хочу сказать, ты уверен, что как раз тут был дом? — Конечно, уверен, — сказал Иа. Он пробормотал про себя. — Ни тени ума нет у некоторых. — В чем дело, Пух? — спросил Кристофер Робин. — Ну, — сказал Пух. — Дело в том, — сказал он. — Ну, дело в том, — сказал Пух. — Понимаешь, — сказал Пух. — Как бы вам сказать, — сказал Пух. И тут что-то, видимо, подсказал ему, что он не очень хорошо объясняет дело, так что он снова толкнул пятачка локтем. — Как бы вам сказать, — поспешно сказал пятачок. — Только теплее, — добавил он после долгого размышления. — Что теплее? — На той стороне рощи, где стоит дом Иа. — Мой дом? — спросил А. — Мой дом был здесь? — Нет, — твердо сказал пятачок. — Он на той опушке. — Потому что там теплее, — сказал Пух. — Но я хочу знать. — Пойдем и посмотрим, — просто сказал пятачок, приглашая всех идти за ним. Они вышли на пушку, и там стоял дом Иа, с виду уютный-приуютный. — Вот он, — сказал пятачок. — Внутри не хуже, чем снаружи, — с гордостью сказал Пух. — Иа вошел в дом и снова вышел. — Странное явление, — сказал он. — Это мой дом, и я сам построил его там, где я говорил. Так что, очевидно, его сдуло сюда ветром. Видимо, ветер перенес его прямо через рощу и тут опустил. И он стоит здесь целый и невредимый. Пожалуй, местами он даже лучше. — Гораздо лучше, — хором сказали Пух и пятачок. — Вот вам пример того, что можно сделать, если не полениться, — сказал Иа. — Тебе понятно, Пух? — Тебе понятно, пятачок? — Во-первых, смекалка, а во-вторых, добросовестная работа. — Ясно? — Вот как надо строить дом, — гордо закончил Иа. Все попрощались со счастливым хозяином дома, и Кристоф и Робин пошел обедать со своими друзьями Пухом и пятачком. По дороге друзья рассказали ему об ужасной ошибке, которую они совершили. И когда он кончил смеяться, все трое дружно запели дорожную шумелку для снежной погоды. И пели всю дорогу. Причем пятачок, который все еще был немного не в голосе, только тирлимбомбомкал. — Конечно, кажется, что тирлимбомбомкать легко, — сказал пятачок про себя, — но далеко не каждый и с этим сумеет справиться. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...